В ролике мы поговорим, как почистить кишечник. Мир вашему дому, я Алена, медицинский психолог, нутрициолог. Сегодня про здоровье кишечника. Я не буду вас мучить сказками о том, что вам нужно как-то вычищать свой кишечник, доводя его до каких-то язв, колитов и каких-то других итов. Это все блажь и зарабатывание денег. Для того, чтобы чистить кишечник, просто нужно питаться здоровой едой. А если вам не хватает микро-макроэлементов, то дополняйте это все травами и саплиментами. Никакие моменты, связанные с какими-то клизмами долгосрочными, я считаю, это просто бред. И очень важно просто поменять стиль питания. И действительно давать своему организму все необходимое. Когда мне пишут о том, что я сел на соковую диету, или я сел на какую-то диету, которая там с фруктами. Ребята, это все неполноценно. Нам нужны белки. И в основном человек, многие приспособлены, кстати, к животному белку. Есть люди, которые плохо относятся к этому. Но у некоторых по генетике есть особенность, что им нельзя быть веганами, вегетарианцами. То есть почистить кишечник. Ваш кишечник сам очищается. У вас еще есть там лимфа, печень, кровь. Все это прекрасно взаимодействует и функционирует. И для того, чтобы просто у вас был здоров кишечник, вам нужно постоянно и ежедневно опорожняться. Для этого достаточно количество салатов поддержит ваше здоровье. Но кому нельзя салаты? У кого раздражение слизистых, у кого язвы. И хочется сказать, что кишечник не нужно чистить. Прям от... Как там нарисуют шлаки, токсины, прям выходят. Для этого нужно просто заботиться постоянно о своей пищевой тарелке. И в принципе, бывает даже, когда к нам попадают какие-то яды, химикаты, инсекцициды, пестициды. Мы просто сходим в туалет и все. Если нарушается электролитный баланс, то соответственно нужно его восполнять. А так, все остальное, это все излишества. Потому что кому-то не хватает энзимов, кому-то не хватает ферментов, кому-то не хватает... Кому чего, тот и получает. Поэтому, если мы с вами говорим про чистки кишечника, то не подвергайте себя таким страшным словам, как чистка кишечника. Достаточно салатов, достаточно овощей, достаточно воды, достаточно движения и достаточно работы с поддержкой внутренних органов. То есть, все то, что поддерживает. И важно считать не калории, а нутриенты. Калории это энергия, да? А нутриенты это кальций, магний, железо, цинк. И вот это и поддерживает ваш кишечник. А обычно расстройство кишечника у тех, у кого дефициты по микроэлементам, минералам и витаминам. Вот так. Никакие детоксы на соках не делайте, потому что восстановить потом обратно достаточно сложно. Когда мне говорят, что я исключаю какой-то продукт, особенно ребенку, а я говорю, а вы уверены, что его потом ферментативная система сможет работать, если к нему это попадет, это не будет вызывать аллергию и снижать качество жизни. То есть, я всегда вот с таким моментом работаю. Еще у нас бывает, попадают к нам тяжелые металлы, частички ртути, и токсины, вирусы, ксенбиотики, пестициды. И ваш кишечник с этим всем справляется. Токсины в питьевой воде, это хлор, свинец, то есть все это попадает. И кишечник все это выводит. В чем смысл детокса? Смысл детокса, это в том, чтобы все ферментативные системы работали. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы. С радостью дам вам обратную связь.